Как улучшить качество жизни в Бурятии? На это направлен федеральный проект Национальная социальная инициатива НСИИ. К его реализации в нашей республике приступили в прошлом году. В Улан-Удэ прошло заседание регионального штаба по внедрению НСИИ, на котором обсудили итоги работы за год. В прошлом году, по данным статистики и соцопросов, был составлен рейтинг проблем в социальной сфере. Есть зеленая зона, есть желтая зона, есть красная зона. В зеленой зоне, значит, все наши услуги, которые предоставляют правительство, властные структуры, муниципальные образования, федеральные органы власти. Населению это удовлетворяет, это зеленая зона. Желтая зона, там, где есть небольшие проблемы. Процесс там идет такой позитивный. А есть еще красная зона, там, где, на самом деле, отзывы наших граждан очень такие низкие. После того, как проблемные точки были выявлены, эксперты сформировали модель того, как предоставление услуги должно выглядеть в идеале. Затем построили карту корректировки недостатков и, исходя из нее, проблемы устраняли. В Бурятии работали с двумя красными зонами. Слишком долгая обработка заявлений на социальные услуги и неудобным механизмом подачи заявлений на детские пособия. И поэтому мы изначально эти жизненные ситуации выбрали в сентябре прошлого года, когда начинали механизм внедрения целевых моделей НСИИ. Поэтому вот тот результат, который мы сейчас представляем по сокращению времени подачи заявлений и оказания вот этих услуг и механизма выплат детям, как раз говорят о том, что эта динамика у нас достаточно существенная. Активно внедряется межведомственное взаимодействие. Мы стараемся, чтобы нашим получателям меньше нужно было собирать различных подтверждающих документов, справок, заявлений. По итогам такой работы дается оценка всему региону. И на его основе будет формироваться ежегодный рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству жизни населения. Причем высокое место в рейтинге – не самоцель. Главное – увидеть, что беспокоит жители и что необходимо улучшить. Софья Евдокимова, Бато Гармын, программа «Вместе», телеканал «Эмир Байкал». Субтитры создавал DimaTorzok